Друзья, всем привет! Привет! Пятница, Комин-шоу, как всегда, в эфире. С нами еще, к сожалению, нет Нобеля, который, судя по всему, продает франшизу Комин-шоу где-то в разных странах, потому что по его сторис очень трудно уследить вообще, как путешествует наш продюсер, наш Джокович. А мы для него Австралия, поэтому он не въездной или не выездной. Ну, в общем, что-то такое. Да я думаю, просто он Нобелитов, как настоящий армянин, путешествует по миру в поисках ковчега. Господи! Ну, в общем, продолжается сбор наших команд перед возобновлением чемпионата, и вы, я надеюсь, друзья, очень внимательно следите за нашей сеткой вещания. У нас разнообразные направления. Говорит, как телевизионщик. Да, и наши студии, и комментарии. И вообще, мы ведем наши репортажи, наши эфиры из самой уютной студии, по мнению Романа Гудсайта. Да, если бы такая же студия была у Матч ТВ, не студия, а комментаторская, то Денису Нобель продолжали бы там работать. Пока Михаил молчит, я скажу свою фразу по поводу того, что у нас просто уже бомбы на трансферном рынке. Но мы с Романом уже говорили про нападающего, или нападающего липецкого металлурга, который 28 минут... 28 минут в Лиге Чемпионов сыграл человек. С брюги. Все, теперь поможет металлургу. Он поможет металлургу, а его место в Зените 2 занимает Сердар Азмун, с чем мы должны поздравить, конечно, иранского нападающего. И вообще, конечно, эта ситуация, когда он уезжает в Байер, но остается в Зените 2, очень напоминает прощение ТДСК с командой. Да, вот Михаил, как теперь Азмуну сохранить мотивацию играть за Зенит, когда он уже футболист Байера? Ну, во-первых, мне кажется, что вы поверхностно смотрите на весь этот транспорт. Помогите нам в глубину взглянуть. Я вижу... Копните, Михаил. Мне кажется, это блестящий финансовый трюк, который провернул руководство Зенита вместе с Сердаром Азмуном, я уверен. Объясните. Объясняю. Смотрите, как бы Сердар подписывает контракт, условно, да, с лета, да, но в этот момент кто-то подходит к нему из руководства и говорит, а если ты поедешь сейчас, в Байер и подпишешь контракт, то мы активируем функцию немедленной продажи. Мне кажется, это трюк. Трюк, который провернул руководство и сейчас претендует по разным оценкам от 5 до 10 миллионов лет. Нет, была отличная шутка, что пытаясь оштрафовать Азмуна, Зенит хоть что-то пытается заработать на этом трансфере. Да, я уверен, что так и есть. А почему опять Петербург выходит на авансцену и таким вот трансфером интересным, и, как сказать-то, двухтомником шнура. Что происходит сейчас с вами? Это несколько, вы думаете, это связанная вещь? Я думаю, как-то связанная. Снег начал таять. Там снег начал таять, кстати, да, я только что из Питера. И погода, погода помогает губернатору Беглова сейчас активно. Тысячи людей вышли в воскресенье на улицы. А вы и сами планируете? А я планирую на этой неделе сходить. Как это называется? Дворник Шеринг. Дворник Шрек? Нет, Шеринг. 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 То есть, вы где-то регистрируетесь, вам дают метлу, скачиваете приложение, скачиваете приложение, скачиваете фрибет метла. И метете. Красиво. А у вас снег не убирает, а метут. У нас по-разному. У нас и не убирает, и не метут в основном. Но есть и другие опции. Друг Романа Гуца, это у него их немного, но один есть. Да, друзей много не может быть. Валерий Карпин заявил, лимит зло. Я все сказал давным-давно, и мнение мое не меняется. Это песня Филиппа Бедросовича. Я все сказал, я все сказал, да. Давным-давно. Лимит зло. Это тоже вполне его песня. Лимит зло, это какой-то, похоже на какой-то финансовый инструмент, в каком-то смысле. А я и не знал. А сколько зла, что лимит может быть? Сколько зла сейчас в российском футболе? Надо ввести лимит на зло. Зла? Да. Комментаторы Матч ТВ. Комментаторы. Зарплаты российских футболистов. Зарплаты комментаторов Матч ТВ. Ну, хватит считать чужие деньги. Хватит считать чужие деньги. Вообще не зло. Я даже их невозможно считать. Ты себе квартиру купил на эти деньги? Нет. Как комментатор Матч ТВ. Нет. Хорошо, ладно, отремонтировал. Так что давай. Тоже нет. Да. Давай не гони. Ну, по крайней мере, купил новые кроссовки. Да. Но тоже после ухода с Матч ТВ все пошло в гору потом. Фан-айди. Я не покупал фан-айди. Нет. Зло. Мы если продолжаем про зло. Помимо лимита еще. Фан-айди. Да. Да? Выступление нашей команды в Еврокубках. Так. Здесь хорошая шутка прописана. Я знаю таких людей, которые говорят эту фразу про свою кредитную карту. Лимит зло? Да. Даниэль Фарки. 5-6 недель подготовки достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола. Сейчас Евгений Серафимович выйдет на авансыну и скажет. Фарки уже на телевидении собрался, да? Мачтовая. Два месяца по работе и на мачтовая. Ну, нет. А что если стать экспертом российского футбола? Он тренером должен быть, а не экспертом российского футбола? Чтобы разбираться. В российском футболе достаточно 5-6 недель, чтобы в нем разобраться. Некоторым это дается быстрее. Не, но в чем-то он прав. В чем-то он прав. Кто? Фарки? Конечно. Чтобы 5-6 недель достаточно. Чтобы стать тренером в российском футболе, наверное, не хватает столько времени. А вот экспертом? Пожалуй, да. Слушай, ну сейчас куда ни плюню езди одни эксперты. О чем и речь? В этом 5-6 недель много. Но Фарки за эти 6 недель увидит только сборы. Дальше чемпионат не начнется. Но он уже станет экспертом. Друзья, давайте переходить к нашему гостю. Супер гостя у нас сегодня. Все прекрасно уже по афише видят, кто это. Поэтому мы дозвонились. В отличие от некоторых. В отличие от некоторых. Вот здесь пасхалочка, да. Телефон серого цвета в цвет пиджака. Денис Казанский у нас не просто так. Человек, который уезжал, возвращался, не брал. Подожди, нет. Давай лучший тренер Беларуси последних тысячелетий. Человек, который выставил второй состав против Барселоны. По мнению коллеги Уткина. Человек, который обыграл Баварию. Обыграл Баварию с Ювентусом. Самый молодой тренер, который победил в Лиге чемпионов на групповом этапе. Ареал. Слушайте. Дважды. Ну, в общем, давайте просто сразу скажем спасибо, что пришел. Виктор Михайлович Гончаренко у нас сегодня в гостях. И мы категорически рады его приветствовать. Спасибо за представление. Я растроган. Виктор Михайлович. Я тронул просто. Приветствую. Виктор Михайлович, прошу. Спасибо, Виктор Михайлович. Мне казалось, у вас тут тесно. Вы как-то раздвинулись. Мы уже думали, что вы телефон поменяли. Ну, телефоны меняю. Номер только оставляю тот же. Тут даже телефон, вот напомнил детство, это с такого вот, я к своей соседке приходил, чтобы позвонить. Мой сын не понимает, что такое вот. После того, как он берет такое, я говорю, а вот у меня был такой, и только у соседки. Я приходил, звонил там кому-то раз в неделю. А, то есть дома у вас не было телефона, к соседям ходил. Да, да. Вот это советское детство, какое было. Это белорусское детство. Это советское. Советское еще. А тогда еще переговорные пункты были, у нас было ходить на выходные, чтобы звонить к другим. Но если вы не знаете, я в Чернобыльской зоне родился, там переговорные пункты. Был телефон у соседки, а вот пункты я не помню, что были или нет. Раньше были вот эти двухкопеечные аппараты, это просто великое штука. Да, да. Но в моем городе, по-моему, и не было его. Там в Москве, может быть, а в Хойниках, я что-то не припомню. Ну, раньше Хойники, раньше вообще проще общаться. Это Гомельская область, это возле Украины. Витя! Домой! Мы к актуальности перейдем, но это интересно. 26 апреля 86-го, что это за день для вас был? Я помню, как бежал от этой тучи, знаменитая, если кто не знает. То есть я прямо, паника была очень серьезная. У меня даже был случай, это получается мне было 9 лет, прибегает соседка, мы, дети, играем в одном из домов, и прибегает, начала плакать. Ой, мы все умрем, что-то взорвалось, там такая паника, и как накрутило меня, я ребенок подрываюсь, побежал домой, хотел к маме быстро, беру свой велосипед, там ехать буквально было километра два, наверное, потом поднимается какая-то вихрь такой, пыль начала летать, ветер какой-то, я понимаю, ну вот оно, то, о чем она говорила, вот он наступает. Я бросаю велосипед, побежал, а потом думаю, все-таки не, надо все-таки велосипед вернуться, забрать, забираю велосипед, приезжаю домой, открываю дверь, и мама так вот красит дверь, и так стоит, я ей, мама, все умрем, она такая, иди, кончай ерундой заниматься, садись, что-нибудь делаем. То есть, ну это реально была паника, потом, очень хорошо помню, 1 мая демонстрация, когда мы пошли с отцом, с этими еще красными флагами, такими, я прямо нес даже один из флагов таких, и потом по рядам такой уже гул пошел, сначала же все скрывали, это все гул пошел, что вот что-то произошло такое, и вот эта вот паника, я очень хорошо и помню, и какой большой плюс во всем этом был, мне как ребенку, советскому ребенку, да, то есть, вывезли на 3 месяца с этой чернобыльской зоны по детским лагерям, великолепные воспоминания, это я, получается, был в Молдавии, был в Одессе, и был в Витебской области, то есть, вывезли на 3 месяца, за эти 3 месяца засфортировали все детские площадки, все вымылись с мылом, кучу каких-то препаратов давали детям для того, чтобы убрать вот эту радиацию, последствия этой радиации, то есть, сделано было очень много, то есть, на своем примере могу увидеть, и чем закончилось все это, допустим, вот тот город, в котором родился Охойник, и часть жилая, вторую часть просто ее сравняли с землей. А это сколько километров от Чернобыля? По-моему, около 70 километров, совсем близко. Совсем близко. Если я точно не могу вам сказать. Как Борис Фатминска. Да, ну 70, по-моему, мы можем загуглить сейчас. А кого-то зацепило из ваших там соседей, друзей, кто вот, прямо последствия серьезные. Не то, что зацепило, у меня отец этот умер, то есть, ему связали это с Чернобылем и дали, как называлось там, 18 или 19 статья. Это самая максимально высокая, которая была. То есть, он первые недели три, прямо путевки у него были подписаны. Он ездил туда, в эту зону, возвращался домой, ездил в зону, возвращался домой. И через, я уже не помню сколько, год или два, начало появляться на подушке, на которой он спал, там желчь, которая выделяла сорта, она там ужасно смотрелась. Мама шила ему специальную такую наволочку, которая закрывала эту подушку. То есть, пошел цирроз печени от всего этого. А он кто по профессии был? Он главный инженер БПМК, но и туда инженерные какие-то сети его постоянно туда сдергали. То есть, ликвидатор поехали? Да, да, ликвидатор был. Получается, что, по-моему, он ездил не больше трех недель, если не ошибаюсь, но этого хватило вполне для того, чтобы... А вы смотрели сериал Чернобыль? Нет, я, к сожалению, мне вот, на самом деле, как-то я очень хочу, как-то тяжело это смотреть. Не знаю, почему даже, не могу вам сказать. То есть, ну, мне реально это воспоминания, эти вот все-таки дети какие-то больше ярких воспоминаний. То есть, спросить, что в лагере я делал, с удовольствием вспомню, а вот возвращаться, вот все это как-то не хочется. Что делали в лагере? Футбол. Очень много было футбола. Самая была интересная пересменка, когда никого не было. Там вообще раздолье было, когда воспитатели нам не указывали, что мы должны делать. Слушали Юру Шатунова, ласковую майку. Сектор газа. Конечно же, да, да, да. Я бычок подниму, вигорьки. Сектор газа в то время все слушали. Воронеж? Да. Мы запрачим, да. Юра Хой, знаменитый. Эта музыка играла в раздевалке Краснодара? Какая именно? Вот Сектор газа. Сколько там играл Сектор газа? Нет, там Держакей все-таки был время скорее кабела, который там, непонятно для меня, какой-то рэп все время ставил. То есть, я понимал, что им весело, но мне бы что новое поставить, это да, или Сектор газа. Но это повлияло бы на результаты. А где ты играл Шатунов? Урале, Кубани, ЦСКА? А Лето, Цвета неба, это вот Шатунов, да? Да. Это сумасшедшая песня. Но вы хоть раз были на концерте «Ласково мое»? Нет, нет, нет. То есть, это ваша любимая группа детства, вы не разливы? к сожалению, да. Но он так, я так понимаю, мало сейчас он дает концертов, если я правильно... А все эти руки, руки вверх, Иванушки... Вот руки вверх мы с Игорем ходили на руки вверх с икинфильмом? Да. У нее... Да, с удовольствием. Мы даже вместе с ним танцевали. Да блин, там полторы песни. Почему? Почему? Руки вверх, да нет, они огромные. Ну, где же ты? Чужие губы тебя... Студент очень много песен. Да, да, да. Ну, одна и та же мелодия. Не, мелодия, да, а песен там много. Нет, слушай, ну, кстати, если даже послушать текст, насколько он глубже, чем там Мура, который сейчас вот сочиняют. Нормально, там вообще все в порядке. Даже песен студент, там переживания. Странтание. Сколько получается он держится уже? Лет 30, наверное, да? Жоков-то? Да. Лет 30, если я думаю. Почти как кабану, но у вас какие-то наверняка были вип-места, вы же даже, может, на сцене с ним стояли? Нет, 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 это Крокус-Холл-Сити было, у нас портер был какой-то, мы были с Игорем, женами, да, в четвером получается мы были. Мы так завели, что подтанцовывали, и все это здорово смотрелось, и вот я смотрю, если сейчас новогодние какие-то программы, руки вверх, я все время снимаю видео, Игоря отправляю, вот-вот помню, что были, с удовольствием сходим еще. Виктор Михайлович, почему футбол? Что вас подвигло заниматься именно футболом? Я так понимаю, вы же были футболисты. Я так понимаю, вы же футбольный тренер. Нет, я так понимаю, что вы были футболисты. Кость, но это вот опять же, вот мы начали правильно это все. Отец был большой поклонник футбола. Во времена моего советского детства было только два канала, чтобы вы понимали, в хойниках, да, он был, понятно, что смотрел Минская Динамо, там, не знаю, какие еще другие клубы. У него был любимый футболист Юрий Алексеевич Пудышев, и он меня каждодневно привлекал, потому что футбол, футбол, соответственно, потом выходили с ним во двор и играли, то есть отец привел футбол, и вот первые шаги, это все, что с футболом сейчас. Сейчас можете признаться... Чемпионство Минского Динамо вы застали? Ну, мне это было пять лет, а вот, конечно, отец очень хорошо это помнит. Ну, вы сейчас наверняка признаете, что тогда были только две команды, помимо Минского Динамо, еще Киевская Динамо и Спартак, и вы болели за Спартак. За Динамо Киев. Друзья, вам как бывшему тренеру ЦСКА сейчас, да, можно было признаться. Вы наставили на том, чтобы ваша фамилия писалась через А. Опять история, о которой мы надолго это все растянем, нет? Нет. Ну, коротко. Смотрите, опять же, вот все-таки... Есть какой-то ответ, потому что она пишется через А. Например. Нет, сколько мы будем возвращаться к этому моему советскому детству или к Советскому Союзу, да, получается, что на момент развала Советского Союза еще белорусских новых паспортов не было, были старые советские, ну, они шли как за белорусские. Вот в этом старом советском паспорте был первая страница, это вариант русской фамилии, Гончаренко. Отец, мать, сестра, все шли через О. У меня военный билет, то же самое есть через О. Гончаренко. Легкую аферу мы тогда устроили, и если помните, были сборные тогда в России, Беларуси, все сборные до августа и после августа было, учитывая, что у меня рождение 10 июня, надеюсь, что многие сейчас тоже запомнят, а надо было сделать так, чтобы я был рожден после августа. Я приезжаю в свой родной... Переписаны. 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 Да, вот. У Дзагоева, кстати, мы спросим все-таки. Вот Дзагоева такая же история, кстати. Он через О. Писал. А вот ему даже... Ему это лучше даже идет, да. И я приезжаю, говорю, что можем сделать паспорт на 3 месяца, меня моложе. Не вопрос. Делают мне 10 сентября, и к этому еще и ставят второй вариант фамилии, которая была Ганчаренко. Это как бы перевод был старого советского паспорта белорусского языка. И мне поставили Ганчаренко. То есть две ошибки сразу вот у меня появилось в новом паспорте, с которым я живу. Меня, честно говоря, это совсем не хочется, потому что моя жена говорит, что ты в жизни таким образом своей изменил, потому что она в тебя пошла по-другому. Поэтому сейчас на самом деле мне тоже самое немножко режет это Ганчаренко, потому что ЦСКА ко мне вообще приходили и говорили, что не можем по-русски писать Ганчаренко. Пишите, как считаете нужным. И где-то, если какие-то официальные, неофициальные бумаги, я сам могу подписывать через О. А жена Ганчаренко? Нет, уже все как бы идентируют. А может быть, например, может быть контракт... У вас в действующем паспорте не настоящая дата рождения стоит до сих пор? То есть у вас в паспорте 10 сентября до 10? Да, да. Да, два раза я признимаю поздравления. Вы скостили себе 3 месяца. Да. А смотрите, а как вас поздравляют? Бухгалтерия 10 сентября должна быть. Большинство, да, большинство, конечно, знают, но есть, которые смс-ки приходят накануне. Бухгалтерия еще с Урала даже может написать. Там такие моменты тоже у меня есть. Поэтому достаточно интересно это все. Вы хотели стать футболистом? Конечно, конечно. Не космонавтом. Да, и... И Костя хотел. Я им стал. И вот две разных судьбы. Во сколько вы закончили? В 9. В 22-м году в 23-м год. В 24-м год. В 24-м год из-за травм коленок? А вы сами себя как позиционировали? Как потенциально сильный игрок? Или понимали, что... Нет, нет, нет. Здесь вот очень важна правильная самооценка, адекватная самооценка всех футболистов. Для меня это очень важно. То есть все футболисты должны, на мой взгляд, понимать свой уровень. Если я приехал со своего маленького города и я там был король, то когда я попал в юношескую сборную Белоруссии, я понял, что есть гораздо более сильные футболисты на всех позициях. И мне надо думать, что я не фантазист, а мне надо как-то менять свою игровую модель, свою позицию, свое понимание игры для того, чтобы играть в этом составе. И тогда я начал перестраиваться такого как больше черновая лошадка а-ля вот черников, который должен бежать, забирать, отдавать простые передачи, а другие люди должны исполнять. Вот это вот... То есть вы пожертвовали позиции фантазистов сборной Белоруссии и стали... Да, да, да. И, кстати, мой тренер, Пышник Юрий Антонович, он любил таких игроков, то есть он увидел, что я стараюсь как-то перестроиться, он всегда меня в этом поддерживал. Но вы сейчас встречаете таких, да? Их очень мало. Их очень мало. Мало, да. Вот Костя, Костя до сих пор... Не, мало тех, кто воспринимает себя топом. Костя, вот смотрите, вот что такое определение состава, мы там можем по лимиту поговорить, что, как правило, какие-то доу для футболистов не находи, это Краснодар, это ЦСКА, это БАТЭ, все равно те люди, которые не попадают, они скажут, что я лучше этого игрока, который играет. Это всегда было, если будет. Кто-то, чтобы сказал, да, я тебя понимаю, да, такого, как правило, нет, потому что все говорят, я хочу играть, я хорошо готов, но вот ты меня не знаешь. То есть это было, есть и будет. Поэтому вот эти разговоры, что тренер должен объяснить, очень сложно футболисту объяснять, потому что, как правило, футболисты всегда только одного ждут, что тренер должен сказать, когда я буду играть. Им не интересно, что я не играю. В 24 заканчивается карьера игрока, и вы очень быстро начинаете тренерскую, становитесь самым молодым специалистом, который выигрывает матч на группном этапе Лиги Чемпионов. Вот этот период, как прошел, между окончанием игротской карьеры и... Не часто снятся сны, снится сон. Какой-то великий доктор, светило, говорит, слушай, давай я тебе сделаю еще операцию, починим твое колено, поиграешь в футбол. Я так почесал, помню, во сне почесал голову, мне кажется, и во сне я тоже чесал. Ты знаешь, мне сейчас моя тренерская доля очень нравится, я не хочу возвращаться играть в футбол, поэтому давай оставим так, как есть. А учитывая, что это уже 4 или 5 операций, я уже даже не помню точно сколько операций на коленях вот было, поэтому мне больше не хотелось, поэтому мне так понравилась то есть это очень важно, то, что такой путь прошел, поработав с молодыми игроками, для меня это было такое удовольствие, даже не представляете. То есть на самом деле это приятно, когда ты побеждаешь там Лиги чемпионов или в чемпионате России, но видеть, как растут дети, это на самом деле большое счастье. Я сейчас всем советую, которые заканчивают, попробуйте поработать с Вася Березуцком это не говорил. Попробуйте поработать. С детьми, да? Да, да. Это очень интересно, вот видеть, как они через год прибавляют. Это ничем не сравнимое удовольствие. А вы себя к какой школе тренеров относите? Белорусской, российской, советской? Денис, очень хороший вопрос, потому что у меня опять же вот сколько всего интересного, то есть я начинал лицензию Б, получил в Минске, А, получил в Минске, ПРО, получил в Киеве, а все остальные ПРО подтверждения это в Москве. То есть у меня такой симбиоз, побыл везде и в Киеве, и в Минске, и в Москве. Могу сказать, что везде немножко преподавание отличается, но в общем, в общем, вот эта советская методика, она остается и в Киеве, и в Минске, и в Москве. Она плюс-минус более одинаковая. А появилась новая школа тренеров? Не, вот Дюков же сказал, что как таковой школы российских тренеров не осталось. Ну, мы же не Дюкова спрашиваем сейчас. Да, я думаю, что это интересный вопрос. Кстати, с Дюком мы на эту тему разговаривали в частной беседе о том, что нам не хватает такого какого-то тренерского общения, которое есть везде. Это знамительная школа Коверчана, это немецкие тренеры. То есть у них нет такого, что они прячут информацию, они начинают говорить друг другу и обмениваются информацией. Таким образом, они толкают друг друга вверх. У нас, я подозреваю, что многие тренеры просто боятся показаться глупыми, если они высказывают какую-то свою мысль. Мне так кажется. То есть нам не хватает общения, когда все вместе тренеры собираются. Давай обсудим, допустим, Слуцкий и Гончаренко. Мы с ними так можем обсудить, конечно, условно, Гончаренко и Рахимов. Обсудим, вот мы вчера играли, давай обсудим, какой матч, какие идеи у тебя были, какие у меня дели. Может быть, это не то, что мы что-то спрячем, может быть, мы в дальнейшем что-то найдем, которое поможет и мне развиваться, и ему развиваться. И с Мусая у меня тоже самое на эту тему была беседа. Он говорит, закрытый мы в себе, то есть я говорю, я бы сам бы рад куда-то поехал подучиться, и он говорит, я бы рад куда-то поехать. То есть нам не хватает какого-то общения тренерского для того, чтобы друг друга двигать вперед. Вот это... А вы ездили? То есть вы считаете, не появились вот эта российская школа? Я думаю, нет. Вы сами, когда начинали свою тренерскую карьеру или уже когда состоялись как тренер, вы ездили на там не семинары, а как они, на стажировки? Конечно. Давайте вспомним. Я, по-моему, 4-5 раз был в Вильяреале у Пелегрини. То есть вот начальные все мои поездки, это были в Испанию к Пелегрини. На тот момент Вильяреал играл в полуфинале Лиги Чемпионов. Они настолько меня впечатлили своей игрой, когда играли против Батэ в Минске, что мне захотелось посмотреть это вживую. К счастью, Пелегрини, который вот сейчас в Бетти, как хорошо опять же смотрится в Бетти у него, он очень открытый человек. Как-то мы с ним случайно встретились в Марбеле в ресторане, он так был рад видеть, даже не имея на тот момент переводчика, мы минут 15 с ним общались на пальцах, полуанглийском моем, такое теплое общение было. И он великолепно ко мне отнесся, то есть все, что там я видел, с ним общался, с помощниками, он видит, что я как бы рад получить какие-то знания, то он с удовольствием меня всегда принимал. То есть и великолепно. То есть он открытый, он как бы ничего не пытался наоборот скрыть, не рассказать вообще, но любой вопрос давал ответ. И вы максимально перенесли его идеи? Потом, как бы это опять же, что такое образование тренера, почему он никогда не заканчивается. Потом у меня были команды Бундеслиги, потом это был Аякс, потом итальянские, когда я поехал в Барри, то есть это очень интересно то же самое. Это у каждой страны есть своя какая-то методика, своя по-своему интересная. Немецкая школа, когда я в Герте был, Аякс по-своему интересен, по-своему баре. И ты не можешь взять в чистом виде что-то перенести. Должен взять там с учетом российской специфики, должен взять оттуда какую-то сейчас, оттуда и потом свое что-то запустить. Ну, потому что ты не можешь что-то слепо копировать. Это вы ездили, когда еще были тренером БАТЭ. Да, да. Вот сейчас у меня есть пауза, поэтому я сейчас думаю, сейчас еще какие-то варианты. Можем договориться в Краснодар. Ну, хорошая шутка. Там иностранный специалист. Немец. Тогда можем договориться, чтобы и Мусаев тоже самое со мной. Да, да. Нет, просто когда вот Рашид Рахимов съездил на эту самую стажировку в Барселону и в Наполе, он сказал, все здорово, мне все понравилось, но я понимаю одно, что я в России применить мало что могу, потому что у меня футболисты другие. Потому что игроки Барселоны видят, как кому дать передачу, а дают в касание точно. А мои так не могут сделать. То есть, когда вы, будучи тренером БАТЭ, посмотрели на все вот эти истории, не было ли какой-то внутренней грусти от того, что, ах, так же хочется с футболистами более высокого уровня поработать? Вот в моем понимании это восполнение пробелов в твоем образовании. То есть, это не то, что я как-то с сожалением там становлюсь, что не могу исполнить, да? Это какое-то упражнение, которое ты можешь перестроить, да? Это поведение тренера, да? Это какая-то мысль какого-то отдельного игрока. Это организация в целом. Это нельзя сказать, что там что-то ты не перенесешь, потому что они исполняют, да? Это восполнение каких-то пробелов в образовании тренера, которые всегда будут эти пробелы. Знаете, вот у Клопа еще был я, когда он еще был в Баруси, и мне показалось, что Клоп закурил. И он возле углового флажка встал, и мне показалось, что он с сигаретой стоит, а Буоч, Буоч, правильно, все-таки, да? Вел тренировку. Было великолепно. Вот организация просто великолепная была тренировочного процесса всего, да? И Клоп встал возле углового флажка, Буоч ведет, он показал, заговорил, потом я присмотрелся, а у него был карандаш, он там записывал какие-то мысли, наверное, больше всего, вот если мы говорим о переигрении, то Клоп очень хорошее влияние оказал вот на то, каким образом вот этот прессинг, корт-прессинг, вот если ты будешь смотреть длинную, ты поймешь, что он делает на тренировке. Это было великолепно на самом деле для меня вот посмотреть именно Клопа и Буоча, потому что тогда у них тандем был, на мой взгляд, великолепный. Давайте к рубрике. Она называется «Время первых». Сейчас объясним, что. Что, фильм будем смотреть, да? Ну, практически, да. Вы были самым молодым тренером в истории Лиги Чемпионов. Сейчас мы вам покажем разных персонажей из мира футбола, которые тоже стали самыми молодыми в разных областях. И ваша задача про эти области нам рассказать. Ты про себя не все помнись. Ничего страшного, сейчас давайте попробуем. Ну, по истечению лет-то. Так, вот что сделал НС Сали в возрасте 15 лет и 300 дней? Так, что он мог сделать, да? Конечно, да. Попал в заявку. Давайте посмотрим. Какой там, какой-то матч? Самый молодой футболист Европы, сыгравший за сборную. Сыгравший. Сыгравший, сыгравший. Так, ну сложно, сложно, да. Ну, давайте, хорошо, давайте продолжим. Может, попадем. Тоже попал куда-то в заявку. Нет, давайте... Он играл с сборной Польши. Отдал колевую передачу, там, в 17 лет, 246 дней. Ну, самый молодой игрок в истории Евро. Евро. Да, на замену вышел там, да. А вот... Так, ну что... Вопрос от Сандра Шварца. Нет, от Нобеля. Так, 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 так. Сейчас, в итоге, 18 лет. Ну, что он мог тут... От Нобеля, да, от кого еще? Нобеля, Спиртиана надо было все-таки... Блин, мне бы было это ближе. Ну, что он мог, ну, 5 мячей мог уже в этом возрасте забить. Ну, попал на сборную. Нет, мне кажется, в старте на Хорватию, нет? Да. Вышел. Дебют за сборную против... Полевой игрок в истории сборной России, да. 17 лет, ну что Пеле мог, что... Ну, я знаю, что. Лучший бомбардир чемпионата мира. Стал чемпионом мира. Чемпионом мира. Может быть. Нет? Автор гола в финале чемпионата мира. То есть, в принципе, попали. Ну, близко, да. Да, что-то среднее, да. Я молчал, прошу заметить. Это вообще рубрика для нас, да? Ты каждый человек, который 27 лет и 267 лет. Да, возглавил сборную Аргентины. Выглядел на 40. Возглавил сборную Аргентины. Может быть, кстати. Да. Ну, тут понятно. Дебютирую Барселону. По-моему, забил в Лиге чемпионов сам молодой гол. А это вопрос от Кости и был. Нет, нет, нет. Я просто помню, он Интеру забил. Он забил Интеру, сыграли один. Один, и он стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Вот он ломаться стал часто, да? Вот рановато все-таки его подпустили, да? Подпустили. А этого просто 12 лет, да? Большую нагрузку просто. Заключил контракт 12 лет с какой-то командой. С Риверплейт. Сам молодой игрок выставил. Ничего себе. Еще что? Специальный контракт, наверное. А разве можно в 12 лет? Ну, конечно, а как это? Ну, месяц подпустил через родители, надо как-то. Стал тренером, выигравшим. Ваш друг? Выигравшим Лигу чемпионов, возможно. Нет? 38 лет. Сейчас ему 51. 13 лет назад Барселон выиграл Лигу чемпионов? Ну, да. В 2006-м году. Я думаю, что все-таки это... Нет, это не он был. Это не он был. Я думаю, что он развалил Барселону. Он выиграл с Барселоной Лигу чемпионов в 2009-м Манчестер Юнекс. Все титулы выиграл, мне кажется. Победа в Лиге чемпионов. 6 лет на 6 титулов выиграл в этом году. Я что-то же сам и сказал. Я ничего не понимаю. Сам молодой тренер выиграл Лигу чемпионов, да. Ого. С козырей пошли. Ничего себе. Поработал в Виталий. Да? Может быть, нет? Звонил папе. Не знаю. Ну, давайте, давайте. Давайте. Рассказал, чей он сын. А, сам молодой тренер выстрелил. Был. Ничего себе. Все. Все. Отлично. Ничего не угадал я. Великолепно. Нет, Виктор Михайлович. А вам сколько было, когда вы первый раз в группе? Еще раз. 30. Давайте еще раз ремарка напомню. Я не помню. Не помню. Честно, 29. 24. 29. Или 30. Да ладно. Давайте посмотрим. 30. Нет, 9. Нет, подождите. В 2008 году 30 лет не было, да. 30 лет. Вы прошли уже 5 команд российских. Кубань, Урал, Уфа, Краснодар, ЦСКА. Костя, зачем я грустно? 44 года. Я чувствую себя молодым еще. Тут 5 команд есть. Мне тоже 44, если я чувствую не очень молодым. Так и есть. Так и есть, да. Не кажется ли вам, что вы уже треть команд российской премьер-лиги потренировали, что после всех ваших уходов разных, может быть, репутационно вы сильно пострадали, что от Краснодара до Краснодара получилась вот такая ваша российская карьера, и здесь вам работу будет уже очень тяжело найти. Почему? Ну, потому что мир российского футбола достаточно узок, ну и после ваших двух уходов из ЦСКА и Краснодара могут возникнуть у потенциального работодателя вопросы, что с Гончаренко тяжело контактировать, что он не приемлет там чужого мнения. И если посмотрим все клубы, из всех клубов вы уходите тяжело. Из Урала вы очень тяжело уходили. И из Кубани я помню тоже, как вы уходили. Вот давайте по порядку тогда. Вот что меня научило Кубани, это то, что какой бы уход ни был, хороший, плохой, он не может быть хорошим, он может быть достойным, да, то есть в любом случае остается недоволен или тренер, или же клуб, да. Вот после Кубани, когда такой пинг-пон шел там, Кубань на меня, что-то я на Кубани, я понял одну вещь, что вот стараться избегать любых комментариев на эту тему. Потому что здесь, ну, я думаю, что интересно будет на вот зрителям, вам может быть интересно, там, причины какие-то ухода, да, но в долгую это работает всегда против тренера, и ничего хорошего не приносит. На данный момент у меня хорошее общение, как с ЦСКА, допустим, с Бабаевым, да, с Орешкиным могу общаться, так с Иваном, Григорий Викторовичем, да, так, я думаю, что через какое-то время... С Газизом, наверное, тоже может быть. С Газизом дружеские отношения. То же самое, я думаю, что с Краснодаром у нас каких-то вражеских отношений нет. Версия, которая в прессе появилась и растиражирована была журналистами, вы наверняка читали, по каким причинам вы ушли. А какая версия, напомните, что... Что вы после матча с Нижним Новгородом разъехались, там, кто по своим делам, вы уже уехали в отпуск, началась трансферная кампания, клуб занимался поиском новых игроков, вы просто ушли с радаров и перестали отвечать на звонки кого бы то ни было из футбольного клуба Краснодара. А спровоцировала эту ситуацию увольнение Зубика, вашего помощника? Ну, давайте вот тогда вот раз уже коснулись всех клубов, в которых я был, да. Мы еще к нему вернемся. Мне на самом деле стыдно за то, что было в ЦСКА тот момент, когда уехал на неделю. Горячее говно очень быстро остывает, то есть через день я понял, что... Обязательно вот это титром, а внизу надо... Нет, ну это вполне нормальная ситуация, то есть над собой же тоже можно смеяться, да. То есть через день я понял, что совершил глупость. К счастью, Роман Юрьевич там держал со мной связи, говорил, что давай остынешь, потом еще пообщаемся с тобой. А почему-то так долго не возвращались? Или у вас пять дней дорога обратно заняла? Нет. Вы сказали, что на неделю уехали, но через день поняли. Ну, все-таки, знаете, как бы на тот момент еще, наверное, говно это остывало. Потом, понимая эту ситуацию, что по отношению к ребятам, потому что он приехал, уехал, блин, что он делает там? Я вот смотрю на Влашича, он думает, блин, где ты был, что с тобой, блин, было? Да ну тебе нафиг, блин. Ну вот это на самом деле неудобно, потому что ты всегда чувствуешь, как к тебе относятся ребята. То есть и до этого отъезда мне показалось, что у меня лучше были, чуть-чуть лучше был контакт с игроками ЦСКА, чем после этого. Потому что вот это все равно осталось такое что-то незримое, за которое мне было стыдно и сейчас стыдно. Ну, про Красавер, вы сейчас расскажете, говорят, что в перерыве матча с «Зенитом», когда был счет 0-3, насколько я помню, вы психанули и... Да, да, так было. И уже готовы были в перерыве уехать. Нет, вы ему сказали, что если вы не отыграетесь, я уезжаю. Не до такой степени все плохо, да, то есть если бы это, знаете, если бы вообще ты сказал, что я ухожу вот сейчас прямо, это полная глупость, конечно, идет игра, мы пробуем что-то исправить, да, потом уже после игры, там, ребят, извините, но я считаю, что нужен команде какой-то новый толчок, да, это было неправильно, но разговор был такой перерыве тогда. Я не могу сейчас дословно помнить, потому что, ну, очень хорошие такие достаточно емкие выражения находим, когда ругаемся, там, там, и мат, там, и все, поэтому я не могу вам передать точно, что было после первого тайма сказано, да, после игры уже я сказал, что, ребят, извините, но что-то у нас идет не так. Ну, вот тогда в ЦСКА ваше решение уехать на неделю из Москвы, оно было продиктовано тем, что показалось, что футболисты вас не понимают, то есть они не делают то, что вы от них просите, или вот что было все-таки причиной такого срыва? Я очень тяжело переношу, когда ты договоришься с футболистом о каких-то вещах, которые сразу перестают работать, да, то есть я почему люблю Витю Васина, но Витя Васин в игре с Манчестером Юнайт, он сделал сразу же большую глупость, которая привела к поражению от Манчестера Юнайт очень быстро. Видите, первые 10 минут мы должны делать передачи подлиннее для того, чтобы не дать им возможность перехватить. Первая же передача Вити Васина, которая перехватывается, нам забивает гол. То есть, и вот здесь вот ситуация та же самая была с Зенитом. Мне показалось, что вот то, что мы поговорили, каким образом надо действовать, все по-другому пошло. Вот эти вот требования, которые есть на игру, да, их немного на самом деле, там, 2-3 пункта, которым должны атаковать, 2-3 пункта, которые должны обороняться, все остальное на ваше усмотрение. Но эти пункты, будьте любезны, соблюдайте, да. И вот мне показалось, что с Зенитом не то, что это не соблюдалось, а не как-то еще усиливалось то, что надо было Зенитом. А вы можете это объяснить? Потому что ваша риторика очень похожа на риторику нашего главного тренера сборной России, Валерия Карпина, который говорит, что я все объясняю, а они делают через секунду. Нет, 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 я вот еще раз объясню, что это была одна игра. Вот как Карпин, например, вернемся к нему, он сказал, что, видимо, проблема во мне, я не могу объяснить своим футболистам, что делать. Ну, во-первых, ну, надо понять, что вот защиту Валерия Георгиевича, да, ну, кто тебе противостоит? Ну, Хорватия. Ну, ты должен понять, что ты будешь работать очень много без мяча, что там есть Модрич, который в любой момент тебе может осложнить жизнь, и как бы ты не договаривался там контролировать мяч, он тоже умеет это делать. И тут два плана сталкиваются, да, и я бы не сказал, что там, вот так как Валерий Георгиевич говорит, что там все, он имеет, наверное, другое, то, что в определенных вещах, которые, условно говоря, что если мяч простой идет защитнику и начинают его выносить, а его можно сохранить, вот этот момент может быть, да. А все остальное, вот это вот самообичевание Валерия Георгиевича, ну, это была на всякий случай Хорватия, и она любую команду может заставить обороняться все 90 минут. Не, ну, его переживание было схоже с вашим вот тогда после ЦСКА, почему мы как бы зацепились за эту тему и пытаемся понять, и то, что Денис тоже хочет понять. То есть вот как же все-таки быть в ситуации, когда, допустим, вы тренер говорите вратарю, разыгрывай мяч с защитниками, потом начинается матч, допустим, там ваш ЦСКА-Зенит, ну, неважно какой, и вратарь выбивает. Или отдает защитнику, и он выбивает. Давайте вот еще раз, вот, я сейчас не знаю Валерия Георгиевича, да, вот у меня есть всегда вот игра, на эту игру есть какие-то постоянные изменения, да, как мы начинаем атаку, как мы прессингуем, да, как соперник начинает атаку, что мы с этим должны сделать. И дается немного указаний, то есть немного, то есть футболисты не должны быть перегружены большой информацией, то есть есть два-три момента, на которые уделяем внимание, да, и вот если эти моменты не работают, я начинаю злиться, да, эти моменты не работают какой-то период, ничего страшного, да, но если эти моменты, как с Зенитом, не работают вообще, тогда это повод для... А можно пример вот этих моментов, два-три указания на игру, то есть это что-то глобальное, типа мы не выбиваем мяч, это может быть как одно из таких трех указаний? Да, да. Какие еще? Ну, смотрите, вот давайте эту игру с Зенитом возьмем, да, мы все прекрасно понимаем, что Зенит — это начало атаки Ракицкий, да, значит, а, что мы должны сделать, да, мы должны приставить нападающего к Ракицкому, чтобы он не начинал атаку. Ракицкий дает передачу внешней, внутренней, между линией, длинную, и может еще мяч подбросить, прожонглировать, куда-то отдать, то есть он настолько фантастически оснащен технически, да, что он исполняет любую передачу, что мы не можем видеть у большинства общезащитников в целом, да. Начинается матч, и первое, что происходит, это полная свобода у Ракицкого, Ракицкий на дюбу, сброс, пошла голевая атака, вторая атака, похожая, то же самое. У кого было задание атаковать Ракицкого? Константин, хороший вопрос, отвечать не буду. Это опять... Привет, видимо, Феде Чалову. Открой состав просто. Федя исполнитель. Вы признали, что вам стыдно за то, что вы сделали, и уехали после матча с «Зенитом». Не жалеете ли вы, что согласились вернуться назад? Потому что были все уверены, даже если ЦСКА вас уговаривал, что чисто по-мужски возвращаться в ЦСКА нельзя. Нет, вот на самом деле нет. Тут, понимаете, все-таки ЦСКА это большой клуб, может быть, кому-то покажется, что это неправильно совсем, но это, понимаете, это все равно какое-то родное было. Ты понимаешь, что большинство людей тебя все равно поддерживают, да, и уже на тот момент пошли какие-то изменения в клубе, которые позволили бы пригласить других футболистов и усилить состав, поэтому, соответственно, можно было с ЦСКА там быть на ведущих местах, что-то выиграть. То есть я не жалею, потому что я понимал, что ЦСКА сейчас пойдет сменение. Вы вернулись из трибуны, смотрели матч с «Динамо», который завершился в нючу 0-0. Овчинников исполнял обязанности главного тренера, был совсем другой футбол. И показалось, что, ну, не знаю, как вам, но вот мы, обсуждая всю эту неделю, как вы поступили, правильно, неправильно, надо возвращаться, не надо, и показалось, что ЦСКА как-то выдохнул. Вот вы уехали, и вот вся эта эмоциональная часть осталась там с «Зенитом», и вот все переносится уже на какую-то новую часть, там, новый лист. В любом случае, вот почему мы говорим, что важнее изменение, или тренер должен выходить, или игроков надо менять, да, на протяжении длительного времени, да, футболисты понимают, что от них будет требовать тренер, да, они могут уставать от этого, да. Ну, если ты дашь какое-то время свободу, да, они вздохнут, но ты не можешь им давать все время свободу. Они все равно должны находиться под контролем тренера, да, и их надо всегда куда-то направлять, то есть они, может быть, устали, да, но потом все равно ты общаешься. Вот то, что я сказал, что немножко теплота, это пропало, но я не могу сказать, что совсем уж там ушли от меня, там, условно, Дивеев, Обликов, Дзагоев, с которым у меня великолепные отношения, то есть тот же Васин, тот же Игорь Акинфеев. Нет, такого нет. То есть я чувствовал, что какие-то изменения произошли, особенно те игроки, которые не играли, они вздохнули с облегчением. Это было, есть и будет, да, но сказать, что глобально, что произошло, такого нет. Вот примерно с этого периода ЦСКА постоянно попадает в большие скандалы. В основном медийного характера. Но в любом случае... Вы имеете в виду последнее видео, которое вышло? И последнее видео, и до этого тиктокерша на поле. В общем, творится что-то, что с ЦСКА никогда не происходило. Это был всегда какой-то такой закрытый клуб, в котором мы знали, есть Евгений Ленорыч, все, и тишина, оттуда ничего никогда не выбалтывается, мы не знаем, что происходит внутри ЦСКА. Почему так происходит сейчас? Из практики, которая вот есть, для тренера всегда очень хорошо и комфортно работать в одном случае, если есть только один человек, который принимает решения. Это Галицкий, это Гинер. Если их много, там, условно, совет директоров, которые начинают звонить тренеру, объяснять, как именно действовать, и это будет 5, 6, 7, 8 человек, вот это вот на самом деле сложно. Более чем уверен, что у Симака в «Зените» нет такой ситуации, что ему 8 человек могут позвонить, там, я даже не уверен, что Миллер там может звонить, ему что объяснять. И вот это большое дело, когда тебе 8 человек не советуют. То есть Гинер, Газаев, Гинер, Слуцкий, Галицкий, с кем-то не было, то это один человек, мы понимаем, что отвечает, и тренер. А когда 8 человек, которые могут позвонить и рассказать тренеру, как правильно играть, вот это очень... Это, кстати, в какой команде здесь было? Сейчас Сашката, да? А вы бы давайте вот сами подумайте. Нет, я тоже об этом подумал, потому что, смотрите, на самом деле ваша вся карьерка, ас наоборот, Баты, Капский, да, все четко, там, условно говоря, в Кубане, вот там, наверное, могло такое быть. Молдаван, по-моему, там был, да? Потому что в Урале Иванов, Вуфе Газизов, в Краснодаре Галицкий, в ССК Гинер, в ССК Гинер. Значит, Кубань. Нет, я, честно, беру только мои команды, это вообще в целом. Я думаю, что любому тренеру тяжело, когда... Ну, почему Спартаку тяжело? Потому что, ну, не только Фидун, там, мы знаем, что есть еще люди, которые... И других родственников, там, семья большая, да. Урал уникальный клуб, из которого вы тоже так ушли с определенным подтекстом, там владелец команды, президент клуба вообще рядом с тренером сидит. Как вам в такой ситуации работало? Здесь один Иванов за восемь пойдет. Человек как таракан, он, то есть, он ко всему привыкает. Это тоже, пожалуйста, титром. То есть, ну, ядерная война, тараканы выживают. То есть, ну, человек должен выживать. То есть, ну, я не могу сказать, что вот присутствие Григория Викторовича как-то меня смущало, в чем-то ограничивало, там, или мне было от этого некомфортно. Не, ну, говорят, вообще, в Кубани чуть ли не руководство заходило в раздевалку и рассказывало, как надо играть. Я думаю, что и Григорий Викторович тоже в этот процесс вмешивался. Ну, ну... Не исключаю, что Сергей Николаевич, может быть, вам что-то советовал. Три месяца в Урале, они для меня были, там, не было такого, что, там, один на один, могли с ним пообщаться, он, там, вот это нравится, вот это нравится, вполне нормальная ситуация. Он же какое-то время на скамейке сидел прямо. Все время сидит. Все время сидит на скамейке. Но в Кубани заходили в раздевалку, рассказывали вам, как играть? Костя, вот, на самом деле, вот, мне нравится вот это изречение, которое, вот, я очень часто цитирую, да, то есть, ремарка «Три товарища», о том, что мы стареем только из-за памяти, мы слишком мало забываем, да, то есть, забвение, вот тайна вечной молодости. И вот, ну, на самом деле, сейчас вот, серьезно говорю, я могу что-то не помнить, да, но то, что там было такое, что там и физически плохо готово, да, и мы должны быть выше, там... Что вы мягкий? Ну, у меня есть жесткий, мягкий, как меня только не называли, я сам не знаю, какую. Зависит от температуры воздуха, нормально. Мы здесь разделились. Когда вы приняли Краснодар, Костя еще до этого момента кричал, что это лучший тренер для Краснодара. Я и, по-моему, Нобель, мы были категорически против и говорили о том, что, ну, куда, и зачем Краснодар спешит, и зачем Гочаренко спешит. Потому что, ну, окей, Краснодар понимает, там, Мусаев ушел, но вы только что прожили такую большую жизнь в ССК. Да, и это выглядит как какой-то... Вот бросили вам веревку, вы за нее хватаетесь и пытаетесь остаться в профессии. И казалось, что это поспешно, но их, собственно, мы увидели, что в январе вы уже у нас. Я Краснодару дал потрясающую рекомендацию. Да, спасибо. Дал рекомендацию, да. Ну, на самом деле, может быть, стоило приходить... Сейчас? В декабре? Нет. Перед назначением, извини. В начале сезона стоило приходить все-таки, а не затрагиваться концовку прошлого чемпионата. Наверное, да. Другие какие-то мысли... А почему? Наоборот, у нас же есть стереотип, что когда тренер приходит на последние туры, типа, результат не важен, как раз он познакомится с футболистами, все поймет и начнет работать. Ром, вот давайте возьмем вот все-таки историю тогда ЦСКА. Что получилось в ЦСКА? Есть критическая масса, которая начинает работать против тебя. То есть, как бы ни говорили в ЦСКА о том, что когда все-таки больше четырех лет был ЦСКА, да, то есть там два года было, когда... Ну, ты играешь в том багаже, который есть, да, но тебе никто не прощает тех поражений, которые есть. Вот я до сих пор помню тот ужас, который был в Тюмени, когда мы полетели играть с Енисеем, и в ЦСКА было 12 человек готовы к игре. 12. Этот матч, он был по качеству очень плохой. То есть, мы сыграли 1-1, Марио заработал пенальти, которого не было. 1-1 ужасный матч был по качеству. Тебе не простят болельщики, тебе не простят этот руководитель, со временем не простят. Вот эта масса, она будет накапливаться в этих плохих матчах, да? Я комментировал этот матч, да, это было ужасно. Это будет накапливаться, всегда накапливаться, и потом оно сыграет в любом случае против тебя. То есть, ну, как бы ты ни хотел, эта критическая масса, она будет всегда накапливаться. То есть это вы к тому, что даже, допустим, результаты Краснодара в первых матчах при вас, в конце этого сезона, это уже формирует мнение людей, владельца от тренера. Конечно. Понял. Конечно. Говорят, вы согласились очень быстро, практически моментально. Костя, я открою небольшой секрет. Я не могу припомнить, чтобы я со своим другом Газизовым немножко поторговался по своей зарплате. Все остальные условия принимал, которые предлагает клуб. Везде. То есть это перед подписанием с ЦСКА, это подписание с ЦСКА, это подписание. Все-таки не хочется мне ставить между собой клубами агента какого-то, хотя, может быть... Вы работаете без агента. Да. Напрямую. Да, поэтому, ну, когда мне предлагают, давай, слушай, подпишем вот это, ну, давай подпишем вот это, давай такие вот условия расторжения, ну, тоже давай. Неужели Газизов так мало предлагал, что пришлось с ним единственным поторговать? Он акции вам нефть отдавал. Он хотел, чтобы вы ему платили. Нет, нет, там, по-моему, не в зарплате там торг был. Вот это не в зарплате. Вот смотрите, сейчас Сергей Николаевич недавно на Гальцике выступал и сказал, что выбор фарки сделан, ну, отталкиваясь от стиля. Ваш первый разговор с руководством Краснодара, вам тоже, как первое требование было, пожелание играть... Одно пожелание было Сергея Николаевича играть в атаку. Одно. То есть потом уже, как бы, потом атака должна так, так, но это, опять же, это видение, там, я считаю, что он имеет полное право там высказывать, да, то есть вот было одно условие, играть в атаку. Тема результатов хоть как-то затрагивалась вообще не с Галецким за все время вашей работы? Нет, Сергей Николаевич подчеркивал всегда о том, что важен стиль, команда должна быть узнаваемой, но, опять же, вот из практики, то есть от результата ты никуда не денешься. Ну, подождите, все-таки, закончился матч с Нижним Новгородом, прям через неделю где-то выходит интервью на «Спорт-24», да, и я читал, у вас такие грандиозные планы, да, вы скажете, там, борьба за Еврокубки, что-то получилось, что-то нет. Дальше вы, еще раз вернусь к этой теме, пропадаете с радара, какого-то общения нет, в начале января, пятого или шестого, объявляют, что контракт расторган. Правда ли, я вернусь к этому тезису, то, что в прессе гуляет, вы можете это подтвердить, что убрали вас не, или, так скажем, контракт прерывали не из-за спортивных результатов, а из-за того, что вот вы повели себя? Ну, Кость, вот давайте, давайте еще раз, вот если за ЦСКА момент, который вот я, большой кусок после этого прошли, было стыдно, то тут я не вижу, за что мне должно быть стыдно, то есть я не делал ничего такого, никуда не пропадал. На самом деле, вот, Михаил, вот можете найти мой телефон и со мной через 15 минут пообщаться, не зная мой телефон? Я думаю, что да. Я найду ваш телефон. Я просто уверен в своих способностях. А вы не меняли его? Нет, никогда. Не белорусский телефон у меня всегда, и российский, они всегда работают. Так подождите. Нет, у меня, кстати, да, извини, Кость, пожалуйста, просто я помню множество публикаций того периода, вот как раз начало января, И одна мне очень запала о том, что объявление о расторжении контракта с вами было написано в уникальном для Краснодара стиле, для клуба, в котором не было сказано ни слов благодарности за проведенное время вместе и так далее и тому подобное. То есть было написано, что контракт с... Расторгнут. Да, расторгнут, все, точка. И уходит так же... То есть довольно жестко и подчеркнуто, ну, скажем так... Цинично. Ну, не цинизм ли это был или злость? Вот вопрос. Я попробую закрыть эту тему, да. Вот мои амбиции, они немножко, немножко меньше того, что сделал Галецкий. То есть, ну, человек столько сделал для футбола, да, у меня язык вообще никак не поворачивается, что-то плохое говорить в эту сторону. То есть, вы понимаете, вот если бы до Краснодара я с вами сидел, мы говорили, что стадион, там, база, академия, а когда ты туда попадаешь, ты понимаешь, что насколько щепетильно все сделано для футбола. То есть это, условно говоря, что если база, это бордюр, это гранитный, если трава, это должно 20 человек, которые там меняют друг друга, должны его косить. Поэтому там сделано столько для футбола, что, ну, своей стороны... Ну, хорошо. Слушай, увольнение Зубика, человек, который пришел к вам, ли именно оно послужило триггером ваших отношений? Ну, мне сложно сказать. Ну, то, что людей не увольняют в коридоре, наверное, тоже, как бы, правильно. То есть, вот, условно говоря, что вот мы сейчас говорили о овчине Кавианопка, да, то есть это... Каким образом происходит, допустим, ЦСКА, вызывает Роман Юрьевич, мы решили прекратить сотрудничество по таким-то причинам, да. Ну, увольнять в коридоре человека, ну, я считаю, что это как-то неправильно. Зубика уволили в коридоре? Сразу после матча. А вы поняли, почему? Нет. Вы, что с вами расторгли контракт, знали об этом или прочитали только на сайте? Нет, я прочитал на сайте. То есть, подождите, Новый год вы встречали тренера Краснодара. Когда сказали, что, типа, вы не берете трубку, я никогда не думал, что вы в прямом смысле, как бы, до вас не могут дозвониться. Мне казалось, что у вас просто есть какие-то концептуальные расхождения, и вы не стремитесь к тому, чтобы находить контакт. Давайте все-таки, да, на этом... Ну, на самом деле, если бы я в чем-то был уверен, я мог бы прокомментировать. Я не знаю, что могу еще... Секунду, 5 число, вы спокойненько открываете интернет. Да. Там первая новость, Краснодар, растор контракт с Гончаренко. Да. И вместе с Гончаренко уходит и Ермакович вместе с Березуцким. Ваша реакция? Вы готовитесь к сборам? Да, я общался с начальником команды по поводу того, что мы будем делать на сборах, какие команды, какие спарринги. С тренером по физикоподготовке общался. Это строится план подготовительного периода, он может быть достаточно долго там идти. То есть, мы готовили все для того, чтобы работать дальше. Вы читаете эту новость, вы звоните сначала Васе и Ермаковичу. И ваша реакция? Я так и знал? Я так и знал. Или вы звоните кому-то из руководства? Давайте все-таки закроем эту тему. Ну, просто интересно. Тайное увольнение вынесите с собой в следующий клуб. Я знаю футбольный клуб Краснодара и общаюсь с представителями. Расскажи нам тогда. Нет, я не буду рассказывать все, о чем не хочет говорить Виктор Михайлович. Я ни разу не видел, чтобы тренера убрали, уволили, его не уведомив об этом. И он читает об этом на официальном сайте или в ленте новостей? Да ладно. Он прям ни разу такого не видел? У нас даже гости были, которые об этом рассказывали. Есть уникальный случай. Есть уникальный случай, который... Это мой хороший товарищ Александр Сергеевич Сиднев. Его уволил Диктор на стадионе. А, да, я знаю. Это история в Минске. Да, да, вот-вот. Когда Жук был президентом. А вы подожди, подожди, скажите. Не слышали эту историю? Это великое. Я тоже не слышал. Заканчивается матч, и Диктор объявляет в футбольный клуб Динамо Минск благодарит Александра Сергеевича Сиднева за проделанную работу, и он уволен на данный момент. Как-то так это звучало. Ну почему нет? Ну там говорят руководство, и представитель президента пришел в Дикторскую, дал текст и сказал после матча это надо зачитать. Он говорит, тут тренер уволил, он говорит, да, просто читай и все. Вы тренер востребованный. Вы тренер, который уже во многих клубах поработали и знаете хорошо российскую действительность. Вы перестали быть тренером Краснодара. Через сколько пришло вам первое предложение о новой работе? Можно водички еще? Седьмого Галецки позвонил. Давайте еще раз. Вот я уже отвечал на этот вопрос. А что такое предложение? То есть мы понимаем, что предложение это когда тебе набирает президент, гендиректор или спортивный директор. Вот это предложение. А когда звонят знакомые, знакомых там спортивного директора или агенты звонят, да, и говорят, давай мы туда тебя устроим, ну или туда тебя будем предлагать, я не считаю, что это предложение. То есть вот это, вот таких вот ситуаций их уже достаточно есть. А что касается прямого предложения, то их было два. Российская премьер-лига? Ну, no comment здесь. No comment show. No comment show. Но для вас, кстати, Виктор Михайлович, для вас приоритет российская премьер-лига или попробовать прямо сейчас уехать и попробовать где-то? Ну, как человек, который достаточно хорошо знает российскую премьер-лигу, то, конечно, мне хотелось бы продолжить. Хотя открыть для любых предложений. И каюсь о том, что давно не выучил английский язык сейчас, чем активно занимаюсь. И все-таки хочется... Неспроста, видимо. Общаться с Вильеной, условно, со Спайчем, с Классаном или же с Влашичем на том языке, который они хорошо понимают. А вот теоретически Спартак для вас это вариант, как для бывшего тренера ЦСКА? Это вот, знаете, давайте в песочнице это еще... А я просто расскажу, в чему. Зарема рассказала, говорил Федуну про Кононова, он же вялый. Вот Гончаренко мужик, он всех в раздевалке дрючит, а этот не сможет. Цитата Зарема. Ну, вот такие вот вещи, ну, какой смысл виртуального какого-то общения, кто кому-то что-то предлагает, да? Сейчас болельщик ЦСКА навалится, болельщик Спартака скажет, да нафиг он нам нужен там и так далее. Все-таки это комплимент. Относиться к этому как комплименту яркой женщины, конечно. Ну, я же не могу и запретить, что делать. Запретить им вообще никто. Никто не может. Поэтому что-то говорить о том, что какого-то... Вот знаете, вот на эту тему... То для вас Спартак не... Нет, смотрите, вот есть, есть, какой-то будет. Есть вот опять же хорошая штука, когда, если помнить после Кубани, у меня фотография была, когда болельщики Кубани там пришли ко мне домой и сфотографировались мы там на мост поцелуев, вы, наверное, хорошо знаете, да? Нет. Почему вы одних такого не делаете? Нет, нет, нет. Почему-то с тем флангом какие-то странные происходят. Я не говорю, что с кем-то целоваться, просто прогуляться там можно, да? И там очень хорошие фотографии. И болельщики прямо умоляли Кубани, что только не идите в Краснодар. Я говорю, ребят, я не могу вам такое обещание дать, потому что, я не знаю, футбольная карьера, она такова, что ты не знаешь, куда она повернется. А мечта есть у вас? Я все время критикую свою жену, которая отбила у меня 15 лет назад учить английский язык, когда она... Как ты еблый, это прям звучит страшно. Печень! Она начала смеяться над моим произношением, она знает английский язык, сын сейчас отлично говорит, да? И она, когда начинал неверно строить фразы, когда этот present simple... Indefinite. Да, вот это ужасно, эти словечки, которые она начала... Она начала до мной смеяться. Я сказал, что все, с тобой больше не занимаюсь английским языком, это было 15 лет назад. А она у вас преподаватель была? Ну, мой, да, преподаватель. Если вы с женой уже 15 лет не занимаетесь английским языком. Да, да. А она до сих пор смеется, когда слышит, когда начинаю говорить по-английски. И это знаменитое было общение, когда Мауриня подходит, сейчас мы можем даже на это... Вот, кстати, из-за срока давности снимаем гриф, перед Манчестером в Манчестере игрой, подходит Мауриня ко мне и начинает на английском. Я говорю, слушай, Федя Смолов подойдет к нам в команду, и я на своем... Это вы поняли. И вы начинаете смеяться по-английски, да? И я на своем английском ему великолепно ответил. Мне показалось, что он ни хрена не понял, но кивал головой. По крайней мере, так это было, да? Я говорю, конечно, подойдет, берите, все, Федя вас должен. Только чтобы в следующий матч против нас он играл обязательно. Да, да, да. А не Лукаку, да? И потом... Подожди, Мауриня куда ему хотел? В Юнайтед. В Юнайтед. Ничего себе, какая вот эта инфа, понимаете? Он спрашивал, он спрашивал, это было. Это какой год-то? Ну, можем посмотреть дату, когда ЦСКА против Манчестера играл, да? Он спрашивал, я не знаю, насколько это было серьезно, по крайней мере, спрашивал. Ну, серьезно, мы же знаем. Но что произошло после этого? После этого набирает сын после игры и говорит, слушай, папа, как ты с ним разговаривал, на каком языке ты с ним общался? А там прямо камера выхватила, что мы, ну, секунд 30, наверное, мы общались. Говорит, ты что, балдел, я великолепно знаю английский язык. Ты что, он, блин, как это знаешь? Да я знаю, ты ни хрена не знаешь, блин. То есть можно ли сказать, что Федор Смолов не попал в Манчестер Юнайтед из-за того, что он не на вашу английскую? Из-за моего плохого произношения, да. Все-таки вопрос был про мечту. Вот первое, чтобы выучить английский язык, конечно, мне хочется попробовать себя в каком-то другом чемпионате, да, это более сильно, прошу заметить, там, неусловно говоря, там, куда-то... Не куда-то в Венгрию, Федор Смолов. Как Мусаев, вы не поедете. Нет, давайте не будем, нет, который очень сильно там в рейтинге ниже России, скажем так, да. Ну, как Мусаев, например, в Азербайджан. Ну, нет, нет, еще раз, нельзя быть, вот здесь нельзя зарекаться. Вы не хотите никого обидеть просто? Нет, нет, зарекаться нельзя, потому что все может быть в этой жизни, то есть нельзя зарекаться. Конечно, мне хочется поработать в более сильном чемпионате, но, опять же, надо понимать, что происходит из-за общения с Леонидом Викторовичем, да, то есть там у каждого чемпионата свой пул, где очень много тренеров, да, очень высокая конкуренция, и на тебя там будут смотреть глазами, как будто ты, какого хера ты сюда приехал, отнимаешь наш хлеб. Чемпионшип сильнее, чем российская премьер-лига? Это надо попробовать. На самом деле, что, я думаю, что очень специфическая лига, где очень хорошо команды готовы физически, то есть это там волна пошла туда, волна сюда, эта волна тебя может смыть с этой волны, ты можешь вырести и выиграть все-таки. То есть там непредсказуемые матчи, по ощущениям, да, то есть более такой силовой футбол, более агрессивный футбол, где-то, я думаю, что можем проигрывать, где-то выигрывать, но чтобы сильнее, так я не могу. Но вы знали, кто такой Даниэль Фарки до момента появления его первой новости в лентах, что он может быть тренером? Ну нет, я не знал, но, по крайней мере, я его не знал, вот так скажу. Вы человек очень темпераментный, и у всех, конечно, в памяти сразу, как вы отмахнулись от Доменика Тедеско, как вы арбитру Васильеву сказали, можно лицо попроще сделать. У нас даже шутки были. Костя с Тедеско, мы любим один и тот же ресторан, давайте сделаем рекламу Бота Гастеряна, я его раз пять там встречал, или я прихожу, он там, да, мы с ним великолепно общаемся, у нас вообще никаких препятствий вообще нет. До или после? После этого. А вот эти фразы, товарищ судья, вы когда там разговариваете, лицо попроще делаете, ну откуда это? Подлинные такие истинные выражения мы находим, когда ругаемся, вот это вот, вот это вот прямо распирает, вот это вот, когда вот ты злой какой-то, и я кающийся перестал после фигурсов. До финального свистка подходить судьям, стараюсь всячески избегать той ситуации, потому что даже после победного, понимая то, что где-то камера за мной может ехать, там, учитывая, что люблю скверно словить. А вы просто добавляйте, как писал ремарк, лицо попроще сделай. Мой дружок, мой дружок очень просил вам, он болельщик ЦСКА, и просил вам задать как раз про вот армейцев несколько, один вопрос. Во-первых, он спрашивает, какой из футболистов ЦСКА самый тяжелый характер имеет? Сережа Игнашевич. Ну, из бывших уже, да? То есть нет, а из тех, кого вы тренировали, с кем тяжелее всего было найти контакт? Шкурин. Шкурин, Илья Шкурин. А вы отечественник? Да, да, вот на удивление. Так, а из футболистов ЦСКА? Да, из футболистов ЦСКА. Но он же был ЦСКА. Но он был, да. Нет, но какой все-таки самый сложный, если не Шкурин? Ну, вот если говорить о том, что вот, если говорить о категоричестве, это все Игнашевич, это, ну, Серега, он таким образом сам себя и сделал. То есть вот топовый футболист, да, которого только вот так вот вижу и так и делаю. Ну, Обликов. Обликов и Ахмед, да. Вот просил он оценить их таланты. Михаил, вот смотрите, вот когда тренеры критикуют за то, что футболисты не растут. Нет, вы можете не критиковать, вы же можете футболить. Нет, вот смотрите, я объясню ситуацию, да, вот допустим, Симака, Гончаренко, Карпина, да, могут критиковать, что футболисты не растут, да. Футболисты растут до какого-то определенного момента, да, а потом или уровень чемпионата не позволяет, да, или на твою позицию покупают какого-то конкурента, к которому ты садишься, да. А куда вообще футболист должен взлететь, да, он не может. Вот тогда, почему у нас экономика не растет, да, почему мы не комментируем лучше, да. Вы про Беларусь сейчас. Нет, я про... Есть какой-то определенный потолок, который или в силу тренировочного процесса, да, или в силу того, что футболист может сам уже все, у него потолок какой-то, да, или в силу того, что вот как Чалова немножко мы подломали тем, что его не продали. То есть, ну, не может так вот бесконечно футболист расти, он в лучшем случае вот так вот, если еще будет подниматься. А надо понимать, что футболист получает новый контракт, у него появляется девушка, у него появляются какие-то другие интересы, у него друзья-советчики появляются, да. Им меньше становится возможности управлять тренеру, да, и, соответственно, то же самое, это начинает снижаться уровень игры. Ну, то есть, переводя, так сказать, ваш ответ, ну, то есть, вы считаете, что они казались вам перспективнее, чем оказались? Нет, 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 это ни в коем случае какое-то разочарование. То есть, вот опять же, вот блестящую фразу, которую вот могу напомнить, вам Марка Ван Бастен сказал, которая, ну, так запала в душу, да, Марка Ван Бастен, который говорит, из десяти тренеров, которые со мной работали, да, два развивали, пять не мешали, и три откровенно вредили. Вот, да вот методика тренера, она может кому-то подходить, кому же не подходить. Вот тренировочный процесс мой, может быть, Обликову подходить, Ахметову не подходить. И так по каждому футболисту. Кучаев, да, тоже там, мега-звезда. Мородишвили неплохо начинал. Мородишвили сейчас мне очень нравится, то, что он делает. В локомотиве он хорошо смотрится, очень, да. Это вот из-за того, что он ушел из команды, ему стали больше доверять? Тренеру, который... Подходит методика, развивает методика? То есть вы, получается, вредили? Нет, 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 но я все-таки, нет, все-таки, нет, Костя, Костя молодец, то есть он, у меня есть период, который в ЦСКА, вот я понял, что полтора, там, ну, два года футболисты держались, потом уже надо принимать решение, его убирать. И вот когда у меня уже в голове было такое принятие решения, что надо Мородишвили убирать куда-то обратно, потому что он не тянет, он взял и резкий скачок сделал. То есть это вот великолепно просто было. Раз, и сейчас его начали по-другому использовать, то есть если бы я оставался в ЦСКА, и он там был, может, его начали поднимать выше, он начал бегать в штрафную площадь, то есть его просто разнообразили, его игру, и, может быть, я это сделал. Ну, то, что сейчас я вижу в Локомотиве, мне это очень нравится. А это вы сделали, вот, вывели на новый уровень Спиртиана и Черникова, или, как многие считают, что они... Они сами себя вели, Костя. Да, или что они вот прямо подошли. Они сами себя вели. Ну, при вас же заиграли еще в прошлом сезоне. На мой взгляд, Спиртиан сейчас абсолютно готовый футболист для сборной России. Ой, к сожалению, к сожалению, это и укол, и укор, да, но нельзя было такого футболиста выпускать. То есть, ну... Да мы мебели не можем вернуть, а о чем вы говорите? Да, если мы сегодня, вот, сегодня сравнить головина и Спиртиана, да, мне очень, конечно, хотелось бы, вот, да, все-таки качество одного и второго, они просто запредельные. То есть, когда я вижу футболиста, который выносливый, который быстрый, который отлично работает с мячом, который поставленный удар, который играет с поднятой головой, для меня это топ-футболист. Вот головин под это подходит и Спиртиан. Вы для себя какое время берете оставаться без работы? Понятно, что там на все воля, но вы себе сказали, мне надо летом уже работать. Да, да, до конца сезона. До конца сезона возглавить команду. Еще английский выучили. Да. До конца этого сезона. Вот здесь вот команду гарантия должна, все, английский. Секунду, до конца этого сезона вы собираетесь возглавить какую-то команду? Не-не-не, ну, вот, в этом сезоне не буду. Истинно говорю вам, еще до конца сезона. То есть, до следующего сезона. Я прочитал ваше рассказывание, что вы не хотите тренировать сборную. На данный момент нет. А какой страны? Любой, любой. Потому что, ну, на мой взгляд, это что-то все-таки более возрастное. Вот, мне так кажется. Я не знаю, там, саламы сейчас опять с укором смотрят. Не, ну, Карпин тоже в самом расцвете. Валерий Герой, сколько? 52? 52. Может быть, 52 у меня такие мысли и придут. Ну, 44 пока еще. Ну, а сейчас, если вам позвонят и скажут, слушайте, Виктор Михайлович, надо отдать долг родине. Возглавить сборную Белоруссии. Возглавить сборную Франции. Очень, ну, опять же, ситуация такая очень простая. Я не представляю, как можно играть. Сколько тренеров сборная? 10 матчей за год? Ну, да. Ну, мне тяжело. То есть, мне надо каждодневная рутина. У меня жена говорит, тебе надо идти срочно работать, потому что начинаешь меня съедать, самобичеванием заниматься. А ты вот почему в Краснодар так быстро перешли по ЦСКА? Да-да-да, английское обещание. Она меня толкает, чтобы только ее не трогал, потому что, ну, кем ее командует, начинаю? Женой, сыном. То есть, она говорит, что тебе нельзя долго оставаться без работы, тебе надо куда-то идти, чтобы ты меня только не трогал. Виктор Михайлович, Лига плохих футбольных шуток вместе с Михаилом Григорьевичем, между профессионами. С удовольствием. Поехали. Камень, ножницы, бумага, цу, е, фа. Что-то у вас запоздало, как. Да, все равно проиграли. С Зенитом у вас не ладится, конечно. С Зенитом, да. Зенит вас и здесь обыграл. Хорошо. Вопрос. Вы знаете, да, что необязательно отвечать. Можете сказать, я не знаю, например. Как с Краснодаром. Как и да, на вопрос про увольнение. Михаил, попробуйте позвонить сейчас. Поехали. Почему Гончаренко разозлился на стоматолога? Не спросил разрешения на удаление зубика. Как будет называться новое шоу Нобеля? Нет вариантов? Нет пока. Походу, Орел или Решка. Как Гончаренко в школе праздновал последний звонок? Он его пропустил. Главный титул, который Мауринио выиграл с Ромой. Каким? Чемпионы АПЛ 2004 года с Ромой. А, ну правда. Вот я же спросил, какие. Раскусил, но не до конца. Да. Что сказал Гончаренко, когда ему в ресторане предложили шато Каберне 1924 года? Ну, яйцо пашотно. Да, да, да. Да, он попросил венцо попроще. Как после перехода Жиркова будет называться клубный автобус Химок? Интересно. Жиробас. Что говорили игроки Урала после любой установки Гончаренко? Они говорили, вот оно что, Михалыч. Почему Валуев не ходит на футбол? Хороший ответ. Да. Не может подобрать красивую фотку на фан-айди. Почему в курительных клубах Гончаренко предлагают только сигары? Ну, сигару я могу, кстати, выкурить, в отличие от сигареты. Иногда, да. С моим другом Юрой, с женой мы вдвоем можем. Да. Зенита, который вот. Да, да, я помню, помню эту белорусскую диаспору. Да. Так, а ответ проще. Потому что он не берет трубки. Вот она, вот она. Как будет называться ютуб-шоу с игроками Химок? Жирков и его команда, не знаю даже. Что было раньше? Кто блокирует трансфер Дзюбы в Рубин? Так, сейчас, 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 сейчас вот найдем. Сейчас ответ. А, ответ очень прост. Дзюба и Рубин. Как успокаивают себя болельщики Барселоны? Так. А тут какую-то испанское. Хави Кришна, Хави Рама. Это еврейское. Почему на африканских стадионах нет козырьков? Ну, плевать, чтобы не плевали, наверное. Нет. Чтобы жираф на трибуне не уебался. Хорош, хорош. Почему Тюкавин не пьет? Вот и хорошее тоже, да? Тоже интересно. А кто бы сказал, что он не пьет вообще, кстати? Есть такое утверждение. Гипотеза, да. Легенда такая. Да, хороший ответ. Тренер запретил ходить в красное и белое. Что делает Юрген Клоп после секса? Вы же учились у него, да? Хорошо, что нет. Контрпрессинг уже. Сосет карандаш. А вот. Это уже, да? Это уже, да? Это сейчас и набросали здесь, да? Да, да. Ну, конечно. Какой игрок Краснодара больше всех был интересен боссам Зенита? Вот, надо подумать. Не сразу, глубже. Галецкий, может быть, я не знаю. Как? Галецкий, я не знаю кто. Газинский. 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 Я был рядом. Какую фразу Гончаренко чаще всего произносит зимой в крошке картошки? Даже интересно. Ваше горячее говно быстро остыло. Как быстро реагирует, да? Да. Вот. Как называют ЦСКА в Казахстане? Да. ОДКБ. Тонко, тонко. Круто, да. Единственная книга, которую прочитал Виктор Гончаренко. Единственная? Так, вопрос сформулирован. Здесь утверждают, что сборник афоризмов. Может быть, может быть. Ну и ваш вопрос. Что изменилось в карьере Бейла после ухода из Реала? Стал чаще проигрывать гольф. Ну что, все, спасибо большое. Быстро отреагировали. Виктор Михайлович, спасибо огромное за время, что вы нашли. С удовольствием. Мы очень надеемся, что до лета у вас будет меньше времени, что вы найдете работу, что мы будем следить за вами уже там, на скамейке, что судьи будут вас знать. Хорошо. Помнить, помнить. Ну помнить, да, да, да. А может и знать. Может быть, повернется ваша карьера в какую-то другую сторону, и быстро английский язык станет для вас родным. Кстати, вот еще напомнить нелешнее о том, что в ЦСКА и в Краснодаре больше всего очков забрали, это у меня получается. То есть я построил и в ЦСКА, и в Краснодаре получается. Но то есть из-за судейских ошибок больше всего потерял ЦСКА при мне и Краснодар. Так можно вам возглавить судейский корпус? Да, да. Вот это вот есть люди, которые... Так сказать, вот в это гнездо прямо. Да, я сделаю глядь за парашей. Но, Виктор Михайлович, я всегда, вы знаете, к вам с симпатией огромной относился и высоко оценю ваши... До сегодняшнего дня. Нет, и ваши тренерские качества, и не просто так я говорил, что вы к Краснодару подойдете в качестве главного тренера. Мне бы очень хотелось, чтобы вы... Чтобы на вас никак вот все эти ваши уходы репутационно не отразились. Так скажем, чтобы не от Краснодара до Краснодара получилась ваша тренерская карьера в РПЛ, а чтобы вы как можно быстрее действительно Денис Кал нашли новое место работы. Спасибо, но еще раз, какой-то вины... Что бы это не значило? Это словим Гострома или что? Нет, вины не чувствую. Просто вы... Вы хороший тренер. У меня в этом вообще нет никаких сомнений. И очень хороший человек. И очень хороший человек, да. И сегодня вы лишний раз это нам подтвердили, доказали. И я думаю, что все зрители тоже это прекрасно увидели. Спасибо за откровенный разговор. Да. Ну, в основном. Да. Все, что мог, да. Все, что могли, рассказали. Ну и удачи с английским языком я тоже учу. Виктор Калыч. Лучше испанский, Костя. Да. И какую-то такую фразу нам завершающую, красивую. Из сборника. О! Такая, да. Денис, ну не знаю, это вот все-таки должна дорогая ложка к обеду. А, ну это тоже получается нормально, да? Ну это тоже нормально, да. То есть, ну как бы вот когда мы общаемся, я понимаю, что вот оно вот в тему. А сейчас вот когда меня просят что-то... Да, я тоже расскажу анекдот, это отвратительно прям. Анекдот расскажете? А не, не, я... Одниматы только, ну да, ну девушек столько. Дорогая ложка к обеду. Да, используйте нецензурную брань исключительно в работе. Спасибо. Вот такой вывод. Такой вывод. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!